К нам присоединяется Олег Пензин, экономист, член экономического дискуссионного клуба. Здравствуйте. Добрый день. День добрый. Ну, главная новость этой недели. Лидеры ЕС договорились о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 4 года, а решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. И вот президент Евросовета Шарль Мишель заявил, я цитирую, это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины. Мы знаем, что стоит на кону. Как вы оцениваете вот такое решение саммита? Ведь финансовая поддержка для нас важна не менее, чем военная помощь или санкционное давление на Россию. Я могу что тут сказать. В действительности вы абсолютно правы. Если мы смотрим на украинский бюджет, мы видим огромный дефицит, спровоцированный теми событиями, которые происходят сегодня в Украине, утратой территории, утратой третьего аллоу внутреннего продукта. И мы понимаем, что этот дефицит должен покрываться за счет заимствований. А если мы трезво оцениваем на сегодняшний момент мировые финансовые рынки, то мы понимаем, что воюющую страну давать кредиты могут только достаточно крупные доноры, коими являются, в частности, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. И значение этих денег для Украины является крайне важным, потому что именно эта макроэкономическая, макрофинансовая помощь, она используется исключительно на покрытие социальных обязательств государства. То есть с этих денег выплачиваются заработные платы бюджетникам, помощь малообеспеченным. С этих денег идет частично средство в пенсионный фонд для покрытия потребностей в выплате пенсий. То есть эти деньги, ни одна копейка этих денег не используется на войну. Эти деньги полностью идут на социальные обязательства государства. Поэтому чем больше этих денег, чем в полном объеме они приходят, тем больше Украина сможет своих собственных доходов направить на военные потребности. Поэтому для нас крайне важным были эти средства, потому что как и в прошлом году, так и в этом Украине для того, чтобы перекрыть весь бюджетный дефицит, необходимо порядка 37-38 миллиардов долларов. И там 17-18 миллиардов от Евросоюза в 2024 году является крайне важным с точки зрения обеспечения бюджетных поступлений. Так что для нас это крайне важно, это раз. Во-вторых, то, что эта помощь проголосована на ближайшие 4 года, делает предсказуемым на ближайшие 4 года помощь от Европейского Союза. То есть не так, как это было, например, в 2023-м. Они проголосовали за 18 миллиардов евро, а в 2024-м начались перетягивания каната по поводу того, будет ли эта помощь, не будет, в каком объеме будет, нужно ли будет каждый год ее проголосовывать. То есть все те проблемы, которые очень здорово усложняют стратегическое планирование. Так что проголосование на 4 года объема помощи, о которой мы говорим, 50 миллиардов евро, делает более-менее прогнозируемым и предсказуемым то, что нам можно и в силе мы ожидать от наших европейских партнеров. Ну вот издание The Guardian пишет, что пакет был принят с условиями Орбана, а именно, что через 2 года Еврокомиссия проведет ревизию расходов, и по этому поводу будет отдельное голосование. А как вы оцениваете вот такие требования, и может ли Орбан через 2 года начать снова какие-то свои требования озвучивать? Ну, смотрите, венгерский премьер в принципе настаивал на том, чтобы каждый год шло переголосование конкретно взятой помощи на следующий год. Этого не произошло. Европейская комиссия должна будет отчитываться каждый год о проведенном Украиной прогрессе в реформах и о средствах, выделенных Евросоюзом Украине. Но отчет – это не значит правоветы и переголосования. Да, действительно, через 2 года Еврокомиссия имеет возможность подать на пересмотр финансирования. Но, опять же, эта подача является возможностью, а не обязательством. Во-вторых, если действительно будет необходимость увеличения помощи, это дает возможность пересмотреть в сторону увеличения ее. И, в-третьих, еще раз говорю, переголосование как таковое его не будет. И в данной ситуации господин Орбан не будет иметь права вета и не будет иметь возможность шантажа Европейского Союза каждый год или даже раз в 2 года по поводу того, давать ли Украине помощь или не давать. А нужно понимать, что все эти процессы, которые были до сегодняшнего момента, они как раз, как сказал господин Туск, что Европа не устала от Украины, Европа устала от Орбана. И в этой ситуации, собственно, так оно и есть на самом деле. Да, и не может такого быть, чтобы одна страна шантажировала остальные 26. Скажите, вот Украина ожидает первый транш, это 4,5 миллиарда евро уже в марте этого года. Об этом заявили в Минэкономике. 39 миллиардов евро, они пойдут на усиление макрофинансовой стабильности Украины. 8 миллиардов – это специальный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах. А оставшиеся 3 миллиарда – это техподдержка на покрытие процентов по кредитам. Как вы оцениваете такое распределение средств и то, что транши будут выделяться ежеквартально при выполнении определенных критериев по проведению реформ? Ну, вы, в принципе, сказали все то, что в действительности было принято. Так и есть на самом деле. Смотрите, как бы Украина, естественно, была заинтересована в том, чтобы максимальный объем помощи пришел в 2024 году. Но наши европейские партнеры сказали, как бы нет вопросов. Но мы написали вместе с вами дорожный план подготовки реформ и их осуществления. Вы хотите получить больше денег – делайте больше реформ. Как бы не вопрос. Поэтому, я бы сказал, может быть, не совсем корректно, но существует некая монетизация реформ. Мы хотим больше денег, мы должны больше продвинуться по пути нашего приведения законодательства к европейским нормам, к тем изменениям, которые, собственно, ожидает от нас Евросоюз. Нужно абсолютно четко сказать, что не все страны Евросоюза на сегодняшний момент полностью удовлетворяют требованиями. Кстати, когда мы говорим с вами о той же Венгрии, мы вспоминаем о вопросах верхненства права, мы вспоминаем о свободе прессы, ну, собственно, вот по невыполнению этих требований и Европейский Союз и заблокировал ту финансовую поддержку Венгрии, о которой шла речь в процессе шантажа, речи о 10 миллиардах евро, которые не выделялись, потому что Венгрия не достигла тех требований, не выполнила те требования по демократизации, которые говорил Евросоюз. Так что в этой ситуации Украина не является чем-то, ну, скажем, уникальным. И Европейский Союз, как правило, так и действует. То есть он ставит цели и, ну, выделяет определенные стимулы для достижения этих целей. Как правило, стимулы финансово-экономические. Так что в этой ситуации как раз все понятно. А те распределения, о которых вы говорите, это распределения на 4 года, и еще раз повторяю, они будут зависеть от успеха реформ, которые были предварительно согласованы Украиной и Европейским Союзом. В США приветствуют решение ЕС о выделении макрофинансовой помощи Украине. Но, как заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, я его цитирую, это не заменит американского лидерства, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. И он добавил, что администрация президента США призывает Конгресс принять дополнительный запрос, в котором предусмотрено более 60 миллиардов долларов именно на военную помощь Украине. Хотели вас, как экономиста, попросить еще раз объяснить нашим зрителям, почему так важно, чтобы американские законодатели проголосовали за этот пакет и как можно скорее. И что да, предназначение этих средств, полученных от ЕС, и тех, которые мы ожидаем от США, оно разное. Ну, смотрите, в рамках 61 миллиарда, о которых идет речь, там есть часть средств и макрофинансовая помощь. Но основные средства, которые там идут, кстати, в этом отношении это еще один очень серьезный аргумент для американских законодателей. 31 миллиард с тех 61, которые планируются выделению Украине в рамках бюджета на 2024 год, который должен принять американский законодатель, будут направлены на американские предприятия по производству вооружений. То есть эти деньги создадут дополнительные рабочие места и создадут возможность уплаты налогов в американский бюджет в связи с выполнением дополнительных заданий. Для чего это делается? Механизм там следующий. Американские производители производят новые виды вооружений, передают его Пентагону, который снимает с эксплуатации те средства вооружений, которые были у него, и которые передаются Украине. То есть там работает вот такой механизм замещения. То есть американцы очень четко отслеживают свои собственные национальные интересы и свою собственную безопасность. Они не могут остаться без вооружений и боеприпасов вне зависимости от того, как они кому помогают. Так вот, эта помощь, которая в частности мы говорим об Украине, она действует на принципе замещения. Американский производитель производит новую технику, которая замещает собой ту, которая передается украинским военным. То есть это является предельно важным. Особенно речь идет о тех боеприпасах, которые крайне важны и в которых на сегодняшний момент Украина ощущает недостаток. Речь идет о ракетах противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах большой дальности поражения. То есть о тех вещах, которые, по сути, являются расходниками во время войны и которые являются крайне важными для сохранения Украины и возможности сопротивляться агрессии Российской Федерации. Давайте перейдем к отношениям Запада и России. 3 февраля Европейская комиссия начнет неформальные встречи на высоком уровне со странами и членами ЕС, где обсудят детали 13-го пакета санкций против России. По данным Reuters, предложения будут касаться закрытия большого количества лазеек для обхода санкций. Как по-вашему выводы из предыдущего опыта сделаны, все лазейки разобрали. То есть, насколько я помню, если не ошибаюсь, были претензии серьезные к Иргызстану, в частности. И какие еще ограничения, по вашему мнению, должны быть в этом пакете? Смотрите, 13-й пакет, скорее всего, будет приурочен к годовщине начала полномасштабной агрессии. То есть это как бы ожидается, и, скорее всего, так оно и будет, в 24 феврале. Это первое. Второе. Вы абсолютно правы, что мейнстримом 13-го пакета будет ужесточение контроля за ранее принятыми санкционными ограничениями. Это тоже правда. Почему, по сути, у нас с вами и 11-й, и 12-й пакет, собственно, основные идеи их было ужесточение контроля за принятыми санкциями? Потому что россияне стараются постоянно находить обходные пути, открывают предприятия в нероссийских юрисдикциях, работают со своими, скажем так, партнерами, в частности, с Северной Кореей, с Ираном по поводу поставок военной техники. Но и в том числе есть очень серьезные вопросы, связанные с теневым импортом товаров двойного назначения, теневым импортом компьютерных систем, чипов, микросхем, которые впоследствии используются в военно-технической отрасли Российской Федерации. Для того, чтобы не дать возможность России быстро восстанавливать свою военную мощь, собственно, вот и были введены санкционные ограничения, и постоянно идет отслеживание возможных вариантов их обхода, для того, чтобы не давать возможность вовремя их перекрывать, вот так скажем. Ну и кроме всего прочего, в 13-м пакете, например, поляки и страны Балтии предложили ввести определенные ограничения на сжиженный газ. На сегодняшний момент Российская Федерация в Европу продает сжиженного газа 18 миллионов тонн в год. Это дает ей возможность получать приблизительно 1 миллиард долларов в месяц поступлений от продажи СПГ. Поэтому, естественно, этот вопрос является крайне чувствительным, и, скорее всего, он тоже будет обсуждаться в процессе формирования перечней тех ограничений, которые будут вводиться по 13-му пакету. Ну и кроме всего прочего, обычно, естественно, там будет достаточно длительный, большой список персональных санкций против юридических и физических лиц, которые замечены в, скажем, способах обхода россиянами санкционных ограничений, которые способствуют уклонению от тех ограничений, которые были введены и американцами, и европейцами. Есть ли шансы, что появятся некие первые ласточки по Росатому? Единственная отрасль, которая до сих пор, по-моему, не страдает от санкционного влияния Запада, потому как есть заключенные контракты с предприятиями Росатома у западных стран. И вот хотя бы первые ласточки я имею в виду в том плане, что данный контракт, так сказать, истекает, и нового с Росатомом заключаться не будет. Ну, смотрите, вот, собственно, еще один сектор, который никоим образом не находится под санкционными ограничениями, это трубопроводный газ. Вот, собственно, по нему тоже понятно. И это тоже серьезная проблема, особенно с учетом того, что в конце 2024 года заканчивается транзитный контракт между РАО «Газпромом» и «Нафтогазом». Когда мы говорим о Росатоме, нужно понимать, что пока на сегодняшний момент таких предложений в 13-м пакете мы не ожидаем. При этом, да, действительно, было предложение поляков о том, чтобы наложить, скажем, санкции на все последующие контракты с Росатомом. Действующие ныне контракты должны быть закончены, дабы не попасть под санкционные, дабы не попасть под финансовые санкции со стороны Российской Федерации, а они обязательно были предусмотрены в контрактах. А уже последующие контракты заключаться не должны. Хотя пока на сегодняшний момент, ну, в силу того, что нету полного единства по данным вопросам в Европейском Союзе, в частности, уже упоминавшаяся Венгрия, которая имеет на своей территории атомную электростанцию, которая в том числе и работает на российских сборках атомных, на атомном топливе. Есть проблемы и с французами по поводу захоронения отходов. Так что я думаю, что это будет достаточно сложный процесс обсуждения, и вряд ли мы в 13-м пакете увидим Росатом. Комитет ПАСЭ принял проект резолюции о конфискации замороженных российских активов. И вот в проекте сказано, что Россия, как страна-агрессор, должна предоставить полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, в том числе за разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономический ущерб и другие негативные последствия. Вот на этом этапе речь идет только о проекте, он еще пока не одобрен на уровне ПАСЭ. Но, впрочем, это очень важный шаг. Как вы считаете, насколько мы приблизились к тому, чтобы эти средства были переданы Украине? Ну, смотрите, в действительности пока идут обсуждения, и наиболее вероятным на сегодняшний момент являются все-таки вопросы, связанные с передачей Украине доходов. от замороженных российских активов. Достаточно большой объем российских активов был вложен в ценные бумаги страны Европейского Союза, по которым выплачивают соответствующие купоны. И эти купоны на сегодняшний момент в виде незапланированных доходов оседают у предприятий, у хранителей, у депозитариев европейских, в частности, у бельгийского депозитария. И там доходов достаточно много. Поэтому, собственно, вот эта часть, которая связана с незапланированными доходами, наиболее активно сегодня обсуждается, как вероятный ресурс, который может быть передан Украине. Что касается непосредственно самих активов, то на сегодняшний момент пока нет в Европейском Союзе единства по поводу того, как и через какой механизм это можно сделать. Идет активное обсуждение законодательной базы. На ближайшей встрече весенний стран G7 будет обсуждаться этот вопрос. Он будет подниматься американской стороной, которая в этом отношении пошла дальше. У нее готов законопроект достаточно серьезный, который одобрен администрацией Байдена по этому поводу. Но опять же, американские законодатели в обязательном порядке считают необходимым согласование этого законопроекта со всеми странами G7, в первую очередь с европейцами. Потому что это очень серьезный шаг, который существенно бы менял отношение к резервным валютам в мире. Поэтому этот вопрос очень серьезный, и он активно обсуждается. Причем подвижки по нему значительно более активны в 2024 году уже, чем было, например, в 2023. Такой еще вопрос. Китай пригрозил Украине, что двусторонние отношения могут быть испорчены из-за внесения Киевом более десятка китайских компаний в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает Reuters. И вот по информации журналистов, такое предупреждение было передано в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с украинскими чиновниками. И там 14, если не ошибаюсь, китайских компаний попали в этот черный список. И среди них есть настоящие гиганты. И это наибольшее количество среди всех стран мира. Скажите, а как дальше может развиваться ситуация, пока никаких таких конкретных требований Пекин не выдвигал? Каких-то часовых рамок тоже не было? Шантажа не было, это правда. Хотя в действительности Украина является очень крупным поставщиком зерновых в Китай. Да, китайское посольство высказало свою позицию по этому поводу негативную. В действительности на сегодняшний момент подтвержденными данными не только украинских экспертов выделены ряд китайских компаний, которые осуществляют помощь Российской Федерации в обходе санкционных ограничений. Но нужно сказать, что появление китайских компаний в подобных списках не является уникальным. Например, китайские компании есть в американских санкционных списках по поводу Российской Федерации. Активно обсуждается сейчас вопрос от Евросоюза, потому что есть достоверные данные по поводу участия ряда китайских компаний в подобных вещах. Кроме всего прочего, если мы внимательно посмотрим, то на сегодняшний момент под воздействием американской администрации, которая передала достаточно большие полномочия Министерству финансов в Соединенных Штатах Америки вводить санкции на международные банки, которые помогают осуществлять расчеты российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом, на сегодняшний момент активно закрывают счета российским компаниям, турецкие банки, банки из Арабских Эмиратов. Даже китайские банки на сегодняшний момент, по крайней мере, из основного пула стараются сокращать возможности сотрудничества с российскими компаниями в силу того, что боятся попасть под санкционные ограничения. Так что ситуация и с попаданием китайских компаний в какие бы то ни было реестры, связанные с спонсорами войны и санкционными ограничениями – это не новость, это уже присутствует на сегодняшний момент на рынке. Более того, я могу сказать, что китайцы очень осторожно к этому относятся. Они в действительности очень сильно боятся потерять через санкционные ограничения возможность выхода на европейский и американский рынок. Это очень большие деньги. Поэтому то, что сейчас происходит, происходит в общем русле. И, кстати, давайте я вам напомню ситуацию с попаданием в реестр, который ведет на ЗК, украинский реестр спонсоров войны, например, венгерского ОТП-банка или двух шиппинговых компаний из Греции. И если помните, то это очень сильно нервировало руководство этих стран аж до очень серьезных проблем, связанных с подписанием и проголосованием 12-го пакета. Так что попадание в эти списки, несмотря на то, что это внутренний украинский список, и он формируется нашим национальным агентством по предотвращению коррупции, это в действительности очень серьезная репутационная вещь. И этот список очень серьезно отслеживают на сегодняшний момент международные финансовые компании, и попасть в этот список – это здорово запятать свою репутацию. Так что я думаю, что консультации, конечно, будут проходить, но смотрите, китайцы очень взволнованы по этому поводу. И это есть показателем важности той работы, которую ведет национальное агентство. – Ну, если продолжать тему Китая, то, судя по открытым экономическим данным, судя по объемам торговли, но это очевидно, что Китаю выгоднее торговать с Евросоюзом и теми же Соединенными Штатами, чем помогать России избавляться от газа, который был предназначен для Европы, а теперь течет в Китай, а Россия для Китая – это скорее рычаг влияния на Запад. Вот как, по вашему мнению, вот этот баланс Китая, с одной стороны торговать, с другой стороны давить, насколько есть предпосылки, что в ближайшее время вот этот баланс будет сдвинут в ту или иную сторону? Насколько Китай готов прислушиваться к мнению Запада? Ну, Китай ведет свою политику, давайте будем откровенны. И помните известное рассказывание Уинсона Черчилля, который говорил, что у Великой Британии нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечный интерес. Китай очень четко представляет свои интересы. И заметьте себе, ни одна крупная компания, которая производит продукцию на европейский или американский рынок, по патентам и лицензиям, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и в Европе, ни одной единицы своей продукции не продает в Российскую Федерацию. Да, за 23-й год общий объем торговых операций Китая и Российской Федерации достиг 220 миллиардов долларов. Но за этот же период с американцами китайцы торговали на 720 миллиардов, с европейцами на 780 миллиардов. Совокупно полтора триллиона долларов. Поэтому даже если мы просто с вами тупо сопоставим эти цифры, то понятно, кто для китайской экономики важнее. При этом нужно понимать, что китайская экономика по отношению к Российской Федерации торгует не совсем, я бы сказал, равноправно. И когда речь идет о строительстве силы Сибири-2, то Китай ни копеечки туда не вкладывает. Хотите, прокладывайте. За вашу счет. Когда речь идет о Китае, опять же вспомнили. В тот момент, когда в Европейском Союзе цена газа была в 22-м году 2 тысячи евро за тысячу метров кубических, Китай покупал за 350 евро, долларов, извините, за тысячу метров кубических. При этом весело этот газ жижевал и продавал в Европейский Союз по совершенно другой цене. Ну то есть Китай всегда старается преследовать свои собственные интересы. И в этом отношении этот баланс будет полностью соответствовать интересам Китая. И если китайские интересы, сохранение взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, с Европой будут значительно важнее для них, чем поддержка Российской Федерации, так и будет. То есть в этой ситуации Китай преследует исключительно свои интересы. И они достаточно ситуативны. Спасибо огромное. Спасибо за вашу экспертную оценку, за эту содержательную беседу. Напомню, Олег Пензин, экономист, был с нами на связи и всегда рады видеть в эфире Фридома. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.